Привет дорогие друзья, снова с вами Замирус. Ну что это наконец-то совершилось? Официально Electronic Arts анонсировали название игры, которую мы увидим 23 мая. Это будет Battlefield 5. Самое забавное, что подобное лого вы уже видели на моем канале. Ровно два месяца назад, когда мы обсуждали первые сливы от человека под ником Darkest Den. И вот лого уже оказалось не фейком, а значит можно смело верить Darkest Den и All Mighty Dog. Ну что пацаны, вторая мировая? Возвращение кастомизации и тому подобное, чего нас лишили в Battlefield 1. Помимо названия и лого была представлена статья «10 причин посмотреть презентацию». И эта статья меня немного смутила. Первый пункт у нас следующий. Новый Battlefield троиточья. Правда что ли? Я вообще-то комика пришел сюда посмотреть, а не какой-то Battlefield 5. Второй пункт, продолжение первого. Троиточья в новой обстановке. В этом пункте меня пугает фраза. Вы удивитесь, насколько реалистично DICE удалось передать атмосферу нового окружения. Всевдореализм первой баттлы очень сильно повлиял на популярность игры. Третий пункт, информация напрямую от разработчиков. Да, вот это хорошее заимствование у Activision. Судя по всему презентация будет проходить в стиле презентации Cloud Duty VV2 и сегодняшней презентации Black Ops 4, когда разработчики напрямую анонсируют игру и рассказывают про разные аспекты. Сингл, кооператив и мультиплеер. Это правильное решение, а то смотреть целые я-плеи ради одной игры это тяжкое занятие. Потому что я не фанат Sims или FIFA. Четвертый пункт это масштаб. Тут все очень спорно, так как масштаб 64 кассок пока не смогли вывести на уровень Battlefield 2 и той же карты операции Harvest. Но вполне возможно вспомнят наброски беты Battlefield 3, где тестировали Каспийку на 128. А если будет более 100 кассок, то вполне возможно, что нам стоит ожидать Battle Royale. А, и также там написано, что игра превзойдет все мои смелые ожидания. Ну что, там будут базы и инфраструктура из Battlefield? 2. Вернется командер из Battlefield 2, который напрямую залочен на базу. У нас вернется управляемая техника в стиле 1942. Там подводные лодки, авианосцы, дреноуты, которые являются техникой, а не гигантом. Или вернете офигенную систему классов из Battlefield 3. Пятый пункт графика и звук. Но этот пункт нахер не нужен. Battlefield 1 красивая игра, но абсолютно пустая. Шестой пункт. Задается вопрос, будут ли новые режимы? И нам отвечают на этот же вопрос. Смотрите и узнаете. Седьмой пункт очень странный абзац. Мы не хотим портить заготовленные для вас сюрпризы, но вы можете смело с кем-нибудь поспорить на свое любимое оружие из Battlefield 1. Изменения будут. О, мой бог! Главное, чтобы эти изменения были нужны. Вспомним Battlefield 3. Там такая шикарная пехотка. Там идеальная система классов, на мой взгляд, которую полностью переделали в Battlefield 4. Зачем, никто не знает. Но, ребята из DICE, умоляю, уберите, пожалуйста, рандомный разброс Battlefield 1. Потому что эта штука, она просто раздражает. Ну, а далее идет фигня. Типа, восьмой пункт. Ведущим будет южно-африканский политический комик. Ведь Вторая мировая и Великая Отечественная война, это настолько смешная тема. Это не какой-то там Bad Company 3. К слову, если не будет ни одной шутки про NetCode, то я больше не пойду на стендапы Тревора Ноя. Вообще, как можно без шуток про NetCode? Девятый пункт. Это рассказ про сингл-баттлы. Ведь же сингл это такая главная, такая важная вещь в этой игре. Это, ну, просто это смешно. Ладно, исключение это Battlefield 3, Bad Company 1 и Bad Company 2. Дальше все было вообще шлак какой-то. Ну и последний пункт связан с пасхалками. И знаете, мое мнение, рассказывать смысл пасхалок это то же самое, что объяснять свои шутки. Но если отбросить вот этот язвительный тон, то я надеюсь, что новая батла не повторит ошибок батлы 1. Что реально они сделают годноту хотя бы на уровне Battlefield 3. Если сделают на уровне Battlefield 2, то это будет вообще лучший Battlefield за всю историю батлфилдов. Но, к сожалению, я понимаю, что полусделанный на коленке Battlefield 1 стал самой продаваемой батлой. Это значит, что вполне вероятно разрабы просто не будут никак относиться к критике комьюнити. То есть ситуация с ловом капом это уже показывает. Просто сделают очередной, визуально ошеломительный, пустой, никому не нужный шутер. Надеюсь, я не прав. Я хочу, чтобы батла в этом году стрельнула как БФ3. Чтобы из-за игры комьюнити в СНГ не превращалась в полторы колейки. Я хочу нормальную батлу. Пусть с багами. Но чтобы мне не писали. Я поиграл 40 часов и удалил игру, так как там больше делать нечего. Да, и кстати, сегодня в 20.00 мы будем стримить презентацию БО-4. А 23.00 мая вместе с вами мы будем смотреть презентацию Баттлфилда 5. Поэтому всем рекомендую прийти на эти два стрима, поучаствовать, поделиться своими впечатлениями. Все, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и поздравляю с анонсом Баттлфилда 5. Увидимся на поле боя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok